Тили-тили-тили-тили-тили-ли-тили-ли-ли Вот на самом деле общество роботов, и оно двигается дальше в сторону роботизации. То есть человеку не надо чувствовать, человеку надо работать, чтобы он отработал до пенсии. И чем быстрее он свалит на кладбище, тем лучше. Циклическая ошибка получится. Цикл, цикл, цикл. И вопрос, кому это выгодно. И видишь, человек таким образом Себя в расход пускает Парадокс Казалось бы, как Я быстрее на пенсию И я же отдыхать буду А на самом деле Он наоборот в расход себя Он тухнет И из-за этого человек Гаснет быстро, уходит Интерес исчезает Смысл исчезает Получается у детей изначально Отбито Вот то, зачем они пришли в эту жизнь То есть погашено Мы на последнем курсе На управлении беремого на себя конкретно Убрали вот этот момент в психике Когда гасится свой собственный ресурс И подменяется программное обеспечение На роботизированное На автоматическое Вот если это убираешь в психике Появляется очень много ресурса внутреннего И исчезает вот эта зависимость От цикличности А мне очень интересно, как это по физическому телу пойдет Потому что для психики это очень большое облегчение Большая разгрузка И Дальше вот человек, когда он становится роботом Он уже все побежал Детский сад, школа Привычка, чтобы тебя оценивали Наемный труд, завод Все, ты пошел к станку Отбарабанил Все, ты уже отбарабанил до кладбища До пенсии И потом, чем быстрее ты отправишься на кладбище Тем меньше тебе надо платить пенсию Содержать тебя Понимаешь? И вот когда так говоришь Получается, что Пенсию платить государству А что такое государство? Или кто такое государство? Тут очень много вопросов Вот по тому, как вот эта игра строится Она строится на каком-то Кружении безумия И люди не думают, что они делают Не задумываются Как белки в кресе бегут И не задумываются Они выносят ответственность за свою жизнь На кого угодно Зависят от кого угодно И они не думают ни о чем То есть Даже вот возьми ту же самую медицину Когда человек не думает о своем здоровье И ест горстями таблетки Уже аптекарь, фармацевт, провизор Он уже не провизор, не аптекарь Он продавец Он обычный продавец в аптеке Тот же самый врач Он уже давно не врач Он тоже продавец лекарств То есть если ты обращаешься к врачу Ты обязательно получишь рецепт Обязательно Даже если ты пришел просто на медосмотр Тебе порекомендуют средства Ну просто так для укрепления иммунитета И здоровья Тебе все равно чего-нибудь пропишут Вот, чтобы ты из магазина Не вышел с пустыми руками Я просто в афиге на самом деле От того, что происходит И большинство Особенно водительскую комиссию пройти Большинство назначений И предложений врачей Ну мы бы вам посоветовали Сколько вам лет? А, вам уже за 50 Значит вам надо уже вот это Вот это, вот это, вот это Подожди Мне это не надо Мне все хорошо Ну на всякий случай Ну как, вам же уже возраст Это должно быть Вы же уже к пенсии подходите А там уже кладбище за горизонтом А там хромик продавать, да? Да, ну понимаешь Человек, когда он вот так себя выносит Он перестает чувствовать все Да Ну, какое-то раннее возбуждение Когда люди встречаются Они еще способны гормональные всплески чувствовать А дальше остаются эмоции Тактильные ощущения Все А чувств нету А вместе с чувствами нету разума Глубокий коматозный сон И все Видишь, как быстро теряются чувства Чувствовать Если ты отключаешь чувства По степе Ну постоянно, да? Как робот-автомат Ты мгновенно становишься Ты просто забываешь, что это такое Это эмоции Это погружение в материю на самом деле То есть, когда ты забываешь Быстрее всего отключаешь чувства Когда ты бежишь с деньгами Да Когда ты хочешь такую машину Такую квартиру Такое-такое-такое-такое У тебя это в голове А по факту оно потом тебе не надо Тебе все это было не надо И ты готов это отдать там За ребенка, чтобы родить Или за Того, чтобы просто любимый человек тебя обнял И сказал Люблю тебя, да? А этого человека нету Потому что ты всю жизнь бежал И, кстати, смотри Когда мы с тобой выходили замуж Женились и выходили замуж Люди во сколько? Где-то с 20 до 25 Был бум Создание семей И рождение первых детей Да Сейчас рождение первых детей Сдвинуто уже до 35 Американское и вот Западное общество Оно уже до 45 А после 40 Уже далеко не все женщины Могут забеременеть И мы видим это Потому что они бежали И они не следили За своим женским здоровьем Опять-таки Если сказать Я слежу за своим женским здоровьем Бабах Я жру гормоны Я жру противозачаточные Я жру, жру, жру Подожди И ты хочешь быть здоровой После такого количества Вмешательств В гормональный фон И в твое физическое тело В твой компьютер Рубили топором Все это время И ты думаешь Что он пойдет и родит тебя? Поэтому тут много вопросов На самом деле Это все от безумия Это все от безумия Общество безумно В этом плане Это все правы на соответственности И когда ответственности нет То нет и благодарности Начинать надо с благодарности Через благодарность Возвращается ответственность Через благодарность Возвращается искренность И чистота Потому что Когда ты Благодарен искренне, то вот это чистое внутри поднимается, чистое сознание, чистое сознание. И это работает. Это работает на то, чтобы ты делал следующий шаг через любовь. Тогда возвращается чувство. И вот этому надо учить детей. И вот этому надо учить взрослых. Но видишь, большинство взрослых тебе скажут, что ты сумасшедший, если ты вообще задаешься этими вопросами. Заметь, вот если сказать человеку духовное развитие, банально, что сразу? Религия либо поездки к ламам, к гуру, к учителям. Секты пошли. Но ведь это не про духовное развитие. Если мы говорим про духовное развитие, мы говорим про чистоту, искренность, и мы говорим, чтобы вообще эти вещи видеть и осознавать, надо управлять своим восприятием. Но управление восприятием никак человек не воспринимает как духовное развитие. Никак. А как ты увидишь грязь в своем зеркале, если ты не сменишь восприятие этой грязи? Вот если у тебя дома нагажено, и ты привык через эту грязь переступать, то ты ее не завидишь. Ты ее не видишь. И для того, чтобы ее увидеть, тебе надо обратить на нее внимание под другим углом восприятия. А для этого тебе, как правило, нужен тот, кто тебе отразит это. А это, вот это инфодайинг. Вот это твое зеркало, которое тебе покажет, у тебя там какаха. Это элементарно. Все, что мы делаем в инфодайинге, мы просто за счет управления восприятием, за счет того, что появляется второе зеркало, хлоп, подсветил, хлоп, подсветил. И человек тогда меняется. А если не подсвечивать, не меняется. В принципе, такой же парой является семейная пара. Но мы же игнорируем спутников, и мы попутним и выносим ответственность на них, не беря ее на себя. Видишь, нет ценности. Ценности второго человека. То есть, ну, это второго, это я имею в виду любого человека, с которым ты сталкиваешься. Нет ценности. А если нет ценности этого человека, то, естественно, ты сам себе не ценен. Конечно. А ценность это о чем? Это о том, что ты не благодарен себе за то, что ты имеешь. Конечно. Это отсутствие благодарности. Вот понимаешь, две сосны, в которых заблудилось человечество, и смотришь на это, это безумное человечество, оно готово идти куда угодно, потому что оно ходит вокруг них и не видит эти две сосны. Две сосны человечества. Ты произносишь, а у меня день и ночь. День и ночь, день и ночь. Две сосны ходят и не видят друг друга. День не видит ночь, ночь не видит день четко. Мы зациклены. А зациклены. Также жизнь смерть, жизнь смерть. И не видим. Ты знаешь, не видим. Очень многое не видим, потому что вообще не обучаем наших детей видеть по подобию. Потому что даже если в мелочах научить видеть по подобию, ну, элементарное подобие. Вот посмотри. Вот человек умирает. И приезжают люди из ритуальных услуг. Посмотри, как они выглядят. Они одеты, ведут себя. Они все в черном. Они тебе помогают. Они... Это называется ритуальная служба. Все в таких темных тонах. Все такое. Если ты заходишь в церковь, это не ритуальная служба? То же самое. Но человек же не проводит параллель. У него даже мысли такое не возникает. И поэтому они приезжают к ритуальной службе проводить в последний путь. Но очевидно. Они даже выглядят одинаково. И покойник просто идеально вписывается в их работу. Но люди не задумываются об этом. Когда идут и выносят ответственность на Бога. И обращаются к посреднику. К посреднику куда? Ведь даже и разговоры ведутся на это. Человек не задумывается вообще на эту тему. Понимаешь? Смотри, везде посредник, посредник, искажение, искажение, искажение. Преломление. Опять-таки, когда мы берем ну вот просто проезжая по городу недавно, проезжаешь, увидела купол цирка. Он один на Весьминской. Купол цирка, да. Но ведь есть другие купола и очень созвучное название. но это цирк для овнов. И человек не замечает вот идентичности. Очень классно вот этот пример с инопланетянином, описанный в первой книге «Управление восприятием». Вот если инопланетянин прилетит на Землю и начнет изучать, как живут земляне, он же будет брать вот так по подобию, что вижу, то пою, как чукчу. И у него очень интересные накладки будут идти. Таких накладок по подобию очень много. А по подобию, когда ты берешь, ты можешь заранее видеть, чем закончится тот или иной процесс. Конечно. Потому что это уже есть в опыте. И тебе не надо проживать повторно этот опыт. То есть это те же грабли, только вид сбоку. Да. И этот инопланетянин будет, знаешь, как это то же самое, что вот ты до этого рассказывала про грязь в доме. какаху, которую ты не замечаешь. Он сразу покажет. Кажет. А вот это инопланетянин. Точно так же. У него будут вопросы. Люди, вы вообще людоеды или кто тут вы больные. Да. Своего брата кушаете постоянно, без перерыва. Сегодня прочитала новость, что нашли мощи какого-то итальянского святого где-то в каком-то монастыре Беларуси. Я понимаю, что деньги на храм нужны. Появились мощи. Да, появились мощи. Без предела. Ложь, ложь, обман. Это так стыдно. Изворотливость. Но чтобы это увидеть, надо управлять восприятием. управлять восприятием. Иначе это норма. Уметь посмотреть с разных сторон на это. А не в одном направлении. Безумие видно только тогда, когда ты можешь с разных сторон смотреть на одно и то же. И тогда ты в какой-то момент будешь замечать эти точки безумия. Но на самом деле, когда мы говорим об этом безумии, вот согласитесь, это же весело. Конечно. Вот реально абсолютно все идет с дурным чувством юмора. Ты понимаешь, что это вообще вот просто игрушка темная, да? Цирковая вот натуральная. Цирковая. Понимаешь, вот даже последнее на что обратили внимание, когда в буддистском храме были, да? И вот этот лингам, когда натирали, да? Ну, тоже ж люди, кто это писал в религию, вписывал, они же ржали. Ржали. Это было по приколу из юмора, да, сделано. Но это же вошло потом в куличи. Да, в куличи. И в пасху. И так, знаешь, так красиво объяснено, что это символ жизни. Яйца тоже. С двумя красными яйцами, да? Да. Так красиво. А на самом деле это вот просто, ну, начиналось, вот явно начиналось со Стёба. Шутки. Шутки. Посмотреть. А эту шутку подхватили. Ты знаешь, у меня иногда внутри пробивает, чтобы заглянуть, но это на самом деле очень большой временной разрыв и информации. Я понимаю, что там информации не будет на эту тему, но заглянуть, кто-то круто стебался. Ну, на самом деле очень круто стебался. Крутой чувак, да? Да, и я понимаю, что всё равно это у юмориста то же самое я, что и у меня, что и у тебя. Это одно я. Но это, конечно, крутой стеб. Это стеб я, и это обалденная игра. Эта игра, она дарит кайф от жизни, она дарит возможность играть в любви, в счастье, в радости. И это просто надо осознавать и ценить жизнь, ценить возможность жить, ценить возможность купаться в любви, чувствовать, эмоционировать, ощущать. Но, опять-таки, когда ты вот в эту игрушку будешь отдаваться и уходить целиком, разум будет засыпать, отключаться, и вместе с этим будет рождаться робот и отключение чувства. Чтобы не уйти целиком, надо включить чувства. это возможность проснуться. И смотри, мы, по сути дела, взломали эту игрушку. Мы зашли с обратной стороны, кайфуем и раскладываем это все. Раскладываем абсолютно спокойно. Очень многие вещи проговариваем. Ну, реально безумные, чебученные. Говорим об этом открыто, спокойно. И наша задача тоже не заснуть, не заиграться. Потому что как только ты засыпаешь, заигрываешься, ты снова проваливаешься в сон, и ты снова уходишь. И неважно, ты провалишься в психику, тогда ты уйдешь в космос и будешь отчебученным космонавтом. Или ты уйдешь в материю и будешь желобом, снобом и так далее. Но вот остаться вот в этом моменте здесь и сейчас, когда тебе интересная игра, интересная жизнь, и в то же самое время ты осознаешь психические процессы, которые в тебе происходят. И ты продолжаешь чувствовать, быть искренним с собой в первую очередь. Чувства здесь очень важны. Не теряешь чувство себя. Да. Ты всегда с собой, ты всегда в разуме, ты всегда я есть я. Не я и не я, а у тебя все я. Все я. тогда нет выноса ответственности, вины, обиды, манипуляции на второго человека. Тогда ты принимаешь свое отражение, осознаешь, что это все ты. Это ты сейчас принимаешь то или иное решение. Это ты сейчас делаешь тот или иной выбор. Но тогда у тебя появляется право на выбор. Потому что когда я слышу мы все выбираем. Мне очень понравилось, как Коля Меньшкова начала замечать, что даже мороженое в магазине оно действительно уже выбрано. И оно выбрано не в моменте здесь и сейчас. То есть когда она вот это дело подсветила, когда начала эти вещи замечать и говорит, я в ваших книгах читала, что выбор, а выбор уже давно предопределен. Все, это автоматический сценарий. Ты ничего не выбираешь, даже мороженое уже выбрано. И она когда эти вещи начала замечать, вот с этого начинается просыпание и выход из автоматизма. Когда ты можешь сказать, стоп, 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 а я могу здесь изменить. Но для большинства людей вот то, что мы говорим, мы говорим чушь, которая вообще непонятна. Понимаешь? А для нас просто вот как будто этот момент здесь и сейчас остановлен. И мы висим в нем и говорим, что да, это так. вообще восприятие реальности у нас с тобой. Совсем другое. Ну, то есть, она у нас... Я бы хотела сказать, космическое, но на самом деле для меня космонавты вот окружающие люди. Особенно мужчины. Ты знаешь, как другое. Мир с другим языком на самом деле. Тот язык, на котором мы разговариваем, говорим, да, это язык для людей как чужой, ну, то есть, непонятный. А при этом это язык каждого, то есть, это ты сам, твой, вот, именно твой настоящий искренний язык, то есть, где ты слышишь сам себя, видишь сам себя, чувствуешь сам себя. Ну, видишь, тогда для этого надо в каждом человеке ловить суть себя. Именно суть. Вот этот человек мне показывает это суть, что он мне показывает. Не видеть человека как человека, который как-то выглядит не так, как ты хочешь, как-то говорит не так, как ты хочешь, а именно сразу осознавать, что этот человек Это человек, это ты же сам Говоришь для себя Для себя говоришь Или делаешь что-то Для себя Не видишь оболочку образно А сразу видишь И тогда ты видишь сразу суть И тогда из подсознания ты видишь судьбу человека Суть болезни, суть проблемы Суть, суть, суть А не обертку Слои Но видишь, тогда это другое устройство мозга Это другие объемы информации Значительно больше И это другая осознанность И это управление восприятием Как говорил Кастанеда Сдвигаем точку сборки Закончились практики Кастанеда тем Что люди дышат Делают какие-то дурацкие физические упражнения И уверены, что у них сдвинута Точка сборки восприятия А нифига не сдвинута Ну и сейчас я смотрю Делают и повторяют Безумное количество рекламы грибов И я понимаю, что скоро государство С этим будет что-то делать Потому что такое количество Токсикозов и отравлений Которое пойдет за этим А это все последствия А это все последствия Последствия безумия Да, безумия Бездумного повторения Бездумного Я думаю, такие же вещи были с коноплей И потом Конечно Точно то же самое будет и с мухомором Потому что смотри Потому что мы каждый У каждого свое Кому-то надо столько еды Кому-то надо больше воды А кому-то меньше Вот животный мир Он же показывает Вот этим своим Разнообразием Да, показывает Что мы все тоже Точно так же разные Ведь медведь Тот же медведь Не смотрит Что заяц морковку ест Да, ага И я буду есть морковку Значит, это полезно И прыгать, как заяц Да А люди именно так и делают О, вот это что-то получилось И я-ка пойду Тоже такое буду делать Прыгать, как зайка И у меня будет получиться И знаешь, такое копирование Вот оно, автоматизм И прикольно Столько дурных идей Входит в общество Оно потом становится вирусом Вирусом, да Вирусится и все Вот так, как с грибами Ну, то, что сейчас с грибами идет Это безумие, которое Хочешь, не хочешь А оно скоро начнет контролироваться То есть человек не чувствует себя, да Хотя, ты знаешь Проконтролировать мухоморы Это значительно хуже Чем проконтролировать коноплю То есть, это нереально уже И, кстати Все, что касается конопли Конопли, коноплеводство Я когда вспоминаю Как это было во времена Советского Союза Это же и натуральные одежды Все еще заменено химией Это здоровье Конопля, это про здоровье Но это все принесено И брошено под ноги Людям дурным Которым нужно было Совсем не здоровье Не одежда Не веревки Не все, что производилось С конопли И даже не медицинские препараты На натуральной основе Это все брошено в воду Химиком Нефтяником То есть, и это все Под эгидой наркотиков Ну вот сейчас Точно такая же тема Новая надвигается Новый виток безумия Когда надо будет делать Трансплантацию печени Когда надо будет вкладывать В здоровье Тех, кто отравился Они будут рассказывать Как они выздоравливают Ни одно сознание болезней Вытесненное из своей болезни То есть, если мы вытеснили Например, в подсознание Онкологию Или там Какие-то проблемы Панкреатит Или еще что-то Ни одно сознание Не может вылечить Сознание гриба Гриб – это сознание Низшего порядка Оно может создать паутину И одно заменить на другое Но это будет еще большее Порабощение сознания Это будет худший вариант И сколько бы ни рассказывали Как вылечил гриб Он перевел Поезд из одного Варианта развития событий В тупиковый путь И этот тупиковый путь Ограничен сознанием гриба И все И никто не расскажет То есть, пока ты не видел психику Пока ты в этом не разбираешься Сознание гриба Не может вылечить Сознание человека Сознание человека Сознание Бога Может вылечить Только сам Бог Проснувшись И сказав Я вытеснил вот эту часть Под что я вытеснил? Под злость Под негодование Под эмоции Под претензии И так далее Я разбил вот этот кусок Своего зеркала И значит Я его сам склею Восстановлю И заберу это обратно И верну себе Вот это делает сам человек Кстати, на курсе Сознание болезни Эти вещи Мы подробно Все будем рассматривать И более того Я понимаю Что там на курсе Большинство людей Будут Те, кто не имеет Выделенного сознания болезни То есть достаточно здоровые А там работа Будет требоваться Поэтому мы изначально Будем говорить С кем мы будем работать На курсе Для примеров Чтобы было понятно Как это работает Потому что это Такие жесткие вещи Но это реально Рабочие вещи Когда можно Помочь Человеку В тяжелом состоянии Но видишь Помочь Это надо Чтобы еще Сам человек Осознавал Потому что Если Как это есть Если сука не хочет Кобель не вскочит Тут Народная мудрость Человек должен Хотеть быть здоровым А вариант Я хочу Но при этом Вы говорите Глупости Я вот сейчас Таблек Так на жру Все буду здоровым Аминь Это кладбище И смотри Блин Ну опять-таки Зацепим Тему медицины Не люблю На эту тему Говорить Но Сколько людей Ходит в поликлиники У нас кстати Такие прекрасные В стране поликлиники Сколько людей Какое оборудование Там стоит В новой поликлинике Вообще оборудовано Хорошо Сколько человек Выздоровело Наоборот Больше Больше больных Становится Да Да Это втягивает Человек идет И играет в эту игру Становится все хуже И хуже И при этом Вот если бы Эти деньги Перенаправить В оперативную Медицину Которая действительно В моменте Здесь и сейчас Помогает Не потерять тело Когда ты запустил Свое тело Ох Муха И дает Себе Возможность Выжить И потом Переводит Себя В русло Когда ты Начинаешь Задавать себе Вопрос Так что же Мне надо В себе Изменить Чтобы не болеть Вот это Правильный Был бы Подход К медицине И это Была бы И экономия денег Приличная У государства И это Была бы Новая медицина Новые подходы Но Наверное Тогда бы Пострадали Поставщики Нефти Нефтепродуктов И ведущие Медицинские Корпорации Ну в том-то и дело Ну заметь Они не белорусские Как правило Поэтому Я все-таки Очень хорошо Отношусь К земле богов К Белой Руси Люблю ее очень И верю Что свет Пойдет отсюда Каждый раз Мы к этому Приходим И понимаем Что здесь Есть все условия Для того Чтобы включился разум И вот этот Человек Увидел со стороны И задумался Блин Ну на самом деле Зачем мне Жизнь больная Кривая Лживая Искаженная Просто сменил Восприятие И увидел Это со стороны Все было бы По-другому А это Проснуться Разум уже Проснулся В Беларуси В Белой Руси Уже есть Разум есть Здесь, да И это спасает В эпоху безумия И это здорово Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok